Дмитрий Трудков Еще дома неизвестные похитили велосипед сына. Дмитрий Владимирович успокаивает ее и старается разобраться во всех тонкостях дела. Велосипед имеет яркую окраску. Это может навести наследие злоумышленника, если тот решит прокатиться на украденном велосипеде или продать его кому-то. Рабочий день в самом разгаре. Еще многое предстоит сделать. Проверить оперативную информацию, отработать версии, найти злоумышленников. Участковый практически 24 часа в сутки находится на работе, ведь помощь жителям может понадобиться в любой час дня и ночи. Сам побежать. Хорошо? Хорошо. Дмитрий Владимирович, Вы уже 9 лет работаете в должности старшего участкового полномоченного Кубинского отдела полиции. Расскажите, вообще с детства мечтали стать полицейским? Ну да, в 8-му учился в 8-м классе. Мне родители спросили, наверное, кем я хочу быть. Я долго определиться не мог. Отец сказал мне, не хочешь ли ты быть сотрудником милиции на те годы еще. Я подумал, ну да, почему бы и нет. Вот с 8-го класса я уже определился, то, что в будущем был сотрудником милиции. Закончил 11-й класс, поступил в университет, окончил среднее специальное образование, 2 года учился там на казарменном положении. Пришел сюда в Кубинский отдел полиции Одинцовского района. Сразу в должности участкового начал нести службу. Одновременно сразу поступил на заочное образование и закончил высшее. Вот что так привлекает вас в вашей профессии? Разнообразие. Никогда не знаешь, что будет. Через 5-10 минут можешь поехать туда, можешь сделать то, может произойти что-то невероятное. Дмитрий Владимирович, участковый это тот человек, который практически никогда не спит, у которого нет личного времени, личного пространства. Но несмотря ни на что у вас семья, двое детей, мальчик, девочка, вы умудряетесь все успевать? Ну, с этой работой проблематично строить личную жизнь, но служа в полиции, я познакомился с девушкой, женился на ней, родили детей. Вроде, в принципе, все нормально, жена периодически, конечно, меня устраивает. То, что постоянно беспокоит меня и в дневное, и в ночное время. Но, тем не менее, наверное, все равно старается с пониманием относиться к вашей работе. Служба есть служба. Совершенно верно, да, понимаете. Ведь кому-то может понадобиться помощь и в 2 часа ночи, и в 3 часа ночи, и вы незамедлительно приезжаете на свой участок. Кстати, большой ли он у вас? Какую территорию обслуживаете? Какая территория находится именно в вашем ведомстве? Обслуживаю административный участок, поселок Новый Городок, деревня Чапаевка. Но в настоящее время у участкового отпуска я еще замещаю поселок Герцена, деревню Агафоново, Никифоровска, Власово, склады 3007. На обслуживаю административном участке 9,5 тысяч населения. Городок большой. Мы справляемся. Дмитрий Владимирович, с чем чаще всего обращаются жители к участковым? С какими вопросами, с какими проблемами, с чем идут к вам? Ну, проблемы и претензии у жителей разные. От и до, от небольших конфликтов до краж, разбоев в этом духе. Началась весна, март, пока мы находились в отделе полиции, к вам обратилась женщина, у нее похитили велосипед. Наверное, все-таки с наступлением весенне-летнего периода это не редкий случай. Ну, весной начинается, да, молодежь, да и взрослые кататься на велосипедах, поэтому велосипеды свои из гаражей, из дач привозят в подъезды. Квартиры почему-то редкие люди хранят. В основном хранят их на площадках, лестнице, площадках домов. Ну и начинается кража, хищение велосипедов. А вот что бы вы посоветовали жителям, как уберечь свое имущество, ну вот в частности велосипеды, вот что необходимо сделать, вот именно от вас, как от участкового, чтобы сохранить их в ценности и сохранности? И ничего с ними не случилось, и никто их никуда не украл. Хранить велосипеды, конечно, лучше всего в квартире, либо в гараже. Пускай лучше пройтись там 200-300 метров до велосипеда, но зато он будет в целостной сохранности. Либо в квартире подняться на третий, пятый этаж. Но все-таки, как мы сегодня видели, да, перерезать вот эти небольшие замки, даже сложно их назвать, никакого затруднения не составляет. И поэтому, в общем-то, это, ну, отчасти человек сам виноват, да, что понадеялся, оставил в подъезде. Ценный велосипед, в общем-то, стоимостью 11 тысяч рублей. Но жалко, жалко. Ну, будем искать, найдем на каждом людей. Ну, самое главное, конечно же, хочется, чтобы велосипед вернулся хозяевам, и дети катались все лето на своем любимом велосипеде, правда? Будем стараться, да. Вообще, что входит в должность участкового полномочия? Какие функции лежат на участковых уполномоченных полиции? Ну, если я буду сейчас вам перечислять функции, что мы должны, обязаны делать, это, конечно, очень долгое время займет. То есть вы такие мастера на все руки? На все руки. На участкового полномочия – это верхушка всего. Есть определенные инстанции, которые занимаются определенной деятельностью, но мы затрагиваем, как участкового полномочия, затрагиваем все эти инстанции, занимаемся все этими делами. То есть, самое главное, конечно, это охрана общественного порядка и защита граждан от жизни, здоровья. Дмитрий Владимирович, ну вот все-таки кубинские участковые – это вот как раньше, в старое советское время, и всех знали в лицо, они дружили с населением, знали практически поименно каждого. И, в общем-то, раскрыть то или иное преступление, ну, зачастую не составляло никакого труда, потому что знали, куда и в каком направлении нужно идти. Так же и сейчас как дело обстоит сейчас, потому что дома все-таки появляются, население прибывает. Ну, население прибывает, да, количество в разы вырастает, поэтому, конечно, справляемся, но не всегда. Да, да, у каждого участкового должны быть, так скажем, лица, которые доносят ту или иную информацию полезную, оперативную. Данной информацией мы воспользуемся, пользуемся и раскрываем преступление. Я знаю, что у вас очень плотный график, и прямо сейчас вам нужно отправляться на вашу территорию, поэтому не будем вас задерживать. Желаем удачи, успехов в работе, ну и, конечно же, стопроцентной раскрываемости всех правонарушений, всех преступлений, которые происходят на вашей территории. Спасибо, спасибо. Спасибо. До свидания.